Пока из канализационного портала вырывается пар, рядом беззаботно играют дети. Глубина воронки несколько метров. На дне бурлит зловонная река. Обвалился участок тротуарной дорожки. Все произошло за считанные минуты, говорит местный житель Алексей Черников. Теперь мужчина боится выходить во двор со своим ребенком. Очень страшно, потому что ты можешь пойти в любой момент, там, ладно, я там, грубо говоря, ну а с ребенком с коляской ты вниз ушел и все. Ребенок еще не пожил, там, и ты, грубо говоря, погиб. Потому что здесь выжить, там поток такой, взрослый еще догадается задержаться, а ребенок, он не задержится никак, его смоет этим потоком и выплывает там где-нибудь на отчистных. Другого не дано. В феврале во дворе этого же дома под землю ушла детская песочница. Тогда коммунальщики заменили здесь более 160 метров изношенного трубопровода. Как минное поле. Где дальше теперь это вылезет, неизвестно. Сейчас они здесь устранят, закроют этот напор, а вода, сами знаете, она дырочку всегда найдет. И поэтому, где теперь она вылезет, может там, вот где они засыпали там дорогу, может здесь, где машины обвалятся, тут непонятно. Может, вот здесь все деревья вот эти позавали, дальше обвалятся. Потому что это будет обваливаться дальше. Слова Алексея оказались пророческими. Новый портал открылся буквально на наших глазах. В него угодил автомобиль Курскводоканала. Здесь был провал, его ликвидировали, но как-то засыпали, не знаю, я к этому делу отношения не имею, я электрик. Но как-то неправильно засыпали. Коммунальщики работают с опаской. Эта территория – место повышенного риска, признают специалисты. Вам здесь не страшно находиться, потому что слой совсем тоненький, можете и вы в любой момент провалиться. Это страшновато вообще-то. Ну, это, я говорю, это другая служба, поэтому, ну, я не знаю. Образование третьего провала, которое, если мы имеем в виду на проезжей части заезда во двор, это исключительно просадка грунта, которым была произведена обратная засыпка. То есть рубопровод там находится в рабочем состоянии, поэтому, я думаю, мы его подсыпем и потом заасфальтируем. Никаких сложностей не вижу. Большой провал во дворе начнут ликвидировать на следующей неделе. Здесь заменят изношенные коммуникации. Новая труба заказана. Ее должны привезти 17 апреля. Планируется еще от этого провала два пролета вверх переложить трубы, для того, чтобы исключить, в принципе, аварийные ситуации в районе данных жилых домов. Сначала 2-3 дня будут производиться земляные работы, очистка самого тела трубы существующей. И только после этого будет затягивание полиэтиленовой трубы. Полностью завершить работы планируют в конце месяца. Станислав Костиков, Сергей Малеев. События дня.